10 декабря важная дата в новейшей истории Казахстана. 23 года назад в этот день начался перенос столицы из Алматы в Акмалу. Спустя год город был переименован в Астану. За более чем два десятилетия мегаполис заметно преобразился и стал сердцем великой степи. В этом главную роль сыграл Ельбасенур Султан Назарбаев. Именно первый президент инициировал идею, воплощение которой тогда мало кто верил. О том, как поднимался главный город независимой республики, расскажет Мира Альжанова. Впервые с инициативой о переносе столицы Нурсултан Назарбаев заговорил в далеком 1994-м. Причиной этому послужили многие факторы. Отсутствие площадей для строительства, плотность населения и ухудшающаяся экология Алматы. Выбор пал на Акмалу, а впоследствии Астану и Нурсултан, которые поднимали практически с нуля. Выношу на ваше рассмотрение очень важный для жизни республики, особенно перспективу, вопрос о переносе столицы нашей страны. А еще выбирали будущую столицу суверенной страны по 33 параметрам. Климат, ландшафт, сейсмические условия, инженерные транспортные инфраструктуры и другие показатели. 20 октября 1997 года глава государства подписал указ о переносе столицы. А уже 10 декабря прошло совместное заседание членов правительства и парламента под председательством Эльбаса. Мы освещали это заседание из резиденции президента, но оно еще было тогда недостроенным. Помню, я вел репортаж и сообщал зрителям о том, что столицу Казахстана перенесли. В то время нам казалось, что решение о переносе столицы из Алматы в Астану поспешным. Никто не верил, что она станет такой развитой и красивой. Международная презентация новой столицы прошла летом 1998-го, а годом позже по решению ЮНЕСКО Астана получила звание «Город мира». С 2000-го года она является членом Международной ассамблеи столицы крупных городов. Чуть больше года назад мегаполис Казахстана переименовали и назвали в честь первого президента Нурсултан. В большей степени по сравнению с некоторыми западными даже городами наш город, Нурсултан, очень развит, очень красив. Такого не было в 1998-м году. Здесь, ну кроме одной улицы, на правом берегу, да, республика, значит, проспект республики, ничего и не было. Это как на диком-диком западе, как говорится, одна улица, там трактиры, там кафе, ресторан и все. И все ездили на субботу, воскресенье, возвращались в Алмату. Несмотря на то, что 23 года назад в нынешней столице Казахстана не было ни театров, ни кинотеатров, ни торговых центров, сегодня Нурсултан может покорить сердце любого туриста, своей необычной архитектурой, развитой инфраструктурой и теплым гостеприимством. Мира Альжанова, Даниара Умар, телеканал Алматы, Нурсултан.